В физкультурно-оздоровительном комплексе прошел первый муниципальный фестиваль ГТО среди юноармейских отрядов, кадетских классов и классов правоохранительной направленности. Участвовали семь команд из Зоозерской школы, 2-й, 3-й и 5-й городских школ. Вы большие молодцы, что активно занимаетесь спортом и сегодня попробуете свои силы в ГТО. Я хочу всем вам пожелать уверенности в своих силах. Я хочу всем вам пожелать сплоченной команды работы. В программу фестиваля вошли спортивные эстафеты и выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ребята состязались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, прыжках в длину с места, подъеме туловища, челночном беге. Я каждый год пытаюсь сдать ГТО, у меня уже один значок, и я думаю, что это нужно для меня и для соревнований, чтобы участвовать в значок. А у тебя какой значок? Серебряный. Считаю, что нужно заниматься спортом, чтобы быть сильнее, уметь защищаться, возможно, получать награды, ездить на соревнования. Наше наследие сейчас довольно-таки, скажем, в плачевном положении, так как уровень физической подготовленности обучающихся все ниже и ниже. Поэтому благодаря этим мероприятиям мы мотивируем детей к самостоятельным занятиям спорта. Сегодня мы взяли ребят трехвозрастных групп. Это младшая, средняя и старшая. Поэтому на битве муниципалов мы предоставляем с тремя возрастами. Золото будет, да, по-моему? Не буду загадывать, но мы стремимся к этому. Основные задачи фестиваля – укрепление дружеских связей среди юноармейских отрядов, кадетских классов, классов правоохранительной направленности и выявление лучших команд в выполнении нормативов комплекса ГТО. Вот в таком составе мы собрались впервые. Во-первых, познакомить ребят друг с другом, потому что многие не знают, что думают, что только, например, третья школа, думают, что только у них на базе школы есть юноармейский отряд. На самом деле есть отряды во многих школах. Это во-первых. Ну и во-вторых, движение юноармии призвано, прежде всего, готовить молодых людей к будущей военной службе и выполнение нормативов комплекса ГТО. Это такая базовая ступень, которую все должны преодолеть. Мы с нее и начали. История юноармейского движения в Угличском районе началась в 2018 году. Тогда в отряд было принято 60 юных добровольцев. С каждым годом движение растет и набирает обороты. Сегодня в рядах юноармии 242 человека. Работают 7 отрядов на базе образовательных организаций. В этом году к армии патриотов присоединились за озерцы. Мы давно занимаемся патриотическим воспитанием. Просто это все сгруппировали и вот решили создать команду патриоты. Команду юноармии. Для того, чтобы развиваться дальше, нужно не просто у себя проводить что-то, а смотреть, что у нас есть и присоединяться к этим мероприятиям. Это работа в команде. Здесь не индивидуально задают, а сдают команда, сдают класс. То есть мы первый раз на этом мероприятии. Сейчас мы посмотрим, как мы. Ты как-то готовился? Да, к этому мероприятию. Расскажи. Вот вчера, как узнал, я родителям сказал и сказал, что я на 5 часов на улице. А что ты там бегал? Бегал? Я там и бегал, и приседал, и подтягивался. За один-то день не подготовишься? Ну, зато упорно. Нам нужно развивать физкультуру, вызывать спорт. И тем более это было целенаправлено. Не просто спорт ради спорта, а именно для достижения патриотических целей. Чтобы юноши, которые пойдут в армию, как говорится, должны быть подготовлены физически. Вот сегодня мы видим и отжимания, и качание пресса, челночный бег. Все это усиливает физическую подготовку. И когда юноши будут сдавать, проводить медицинскую таскокомиссию, они спокойно пройдут и будут годными к призыву в армии. Мы юноармейский класс. Учимся командовать строем, разбирать автомат Калашникова. И, в общем, боевая подготовка. В СОБР пойти хочу. Откуда у тебя такое желание? Мне просто нравятся эти люди. Они очень смелые и отважные. Первый фестиваль ГТО среди юноармейских отрядов, кадетских классов и классов правоохранительной направленности прошел успешно. Все участники показали хорошую подготовку и слаженную работу. Первые три места заняли команды общественной организации «Боевое братство» пятой школы. Четвертое место у команды «Заозерской школы». На пятом команда «Каскад» средней школы номер три. «Боевое братство» пятой школы.